Николай Петрович Николай Петрович Нормально, чистую виску Из моего самогонного аппарата Очищенную через бабкины носки Нормально, Николай Петрович Не, 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 все, они довольны очень Не роптали, тихо лежали без сознания на полу Нормально Не, а я всю делегацию в один лифт А я, малюсенький, я их в бане видал Не, не, это вы путаете, шеф Это в прошлом годе вы путаете В прошлом годе вы путаете Тогда немецкая делегация была Тогда лифт не работал, помните? Лифт не работал И на 10 этаж пешком пилили Я им закаживаю ступеньку По полстаканчику По полстаканчику Но я им показал, этим немцам Сталинград Я один дошел Это поначалу у меня не получалось Николай Петрович Это помните тогда Африканскую делегацию Я их в бане отмыл, добила Им улетать Они в паспортах черные А так белые Я же кислотой Что жена кастрюльки моет Не, не, нормально Японцы довольны Я их по городу провез В Третьяковскую не успели Николай Петрович В Третьяковскую не успели Потому что некого везти было Ну еще страшно Я им Наколки показал В бане У меня же все оригиналы С Эрмитажа все Не, а потом я пивком полирнул Пивком Не, не Балтика Авиабалтика Половина Балтика Половина авиационный спирт Нормально, Николай Петрович Не, не, не Че же орать-то на меня Вы сами сказали Покажи японцев Москву Как покажешь Вы японцев давно видали? Глазки-то А я полирнул Блюдцы Да это мы сами дураки придумали Япония, инженерия Отдайте острова Такие же люди, как мы Просто японцев Поглубже поить надо Тогда они будут делать машины, как мы С левым рулем И с хреновым мотором Я потом их на Старый Арбат Николай Петрович На Старый Арбат Все Нормально Отвез В чебуречную Литр влил Вынес на улицу Они говорят Японский хасим Японский повел А У меня знакомые открыли Азербайджанцы Там они уже чапкали По нашему лицам Ели руками И смеялись над теми Кто палочками жрал И языки им показывали Вот так Ну это я научил Батюки сразу схватили А языки ж похожи Николай Петрович Ну я вам скажу по-японски Вы поймете Каждый дурак поймет Люди Хасюписи Хасюкаки Нормально? О Не, я скажу Очень ребята нормальные Главное, что Я контракты подписал Не волнуйтесь За них За нас Кто после литра Любой рохлил Не, нормально Николай Петрович А я еще Ничего не спрашиваю Вы не волнуйтесь Ничего не спрашиваю Один поднялся Так спросил Говорит Кто такие алкаши? Шеф Я про вас Я про вас слова не сказал Да у нее Да у нее от плевка Воробьи дохли Дождь Она их как Посадил карту Куда вам лететь Пикемоны Японские Они говорят То есть серьезно Вот карту метрополитена Московская А не раз пальцем Пражская Да Токио с ними Шеф Я им с собой Трехлитровую банку Рассола Трехлитровую банку Да у нас в прошлом году Голландцы Без всякого Рассола Момент долетели На электричке До Урюпинс Шеф Если какую делегацию Принять Степанова Не подведет Накормит Напоит В бане попарит И домой В Прагу Среда Отправит Я работаю в ЖК Народ у нас простой Может мы университетов Не кончали Но что касается Великого и могучего Русского языка То мы его знаем Во всем его величии И могущества И то что многие Называют матом А для нас это Обычно Повседневная речь Если б за матюки Давали Оскара Мы бы из этих Статуэток Сделали Километровый забор Вокруг Жека И вдруг Один начальник Издает приказ Что в связи С культурным Обслуживанием Населения Кто хоть одно слово Матом скажет Штраф Тысяча рублей Тысяча Это Нет, ты зря За каждое слово Слышь, а при нашей профессии Это Пять минут Зарплаты нет Конечно Конечно Народ приуныл В Жеке повисла Вообще Гробовая тишина Поговорить не о чем И вдруг В Жеке Вбегает Наш слесарь Михалыч Ну что сказать Про Михалыч Это Ну это Человек счастья Вот Запретить Михалычу Ругаться Матом Это Все равно Что футболисту Ноги оторвать Сказать Забивать Вот Как нашим Футболистам Что им оторвали Не знаю Перестали Забивать Понимаешь Михалыч А Михалыч К ему В прошлом году Из академии Наук Приезжали Просили помочь В составлении Словаря Русского Мата Михалыч Трое суток Надиктовывал Трое суток Ни разу Не повторился Это Гений Понимаешь Дыхает Михалыч И мы думаем Ну все Хоть услышим Родную речь Многие Прослезились И вдруг Михалыч говорит Друзья Какая Жуткая Неприятность Какое Глубокое Разочарование Застало меня Когда я увидел Что случилось С жильцами Соседнего дома Знаешь Вот Ну Полный пищевар Вошел Михалыч И сказал Парли Парли в франце Ну то есть На французском Я говорю Михалыч А нельзя Более конкретно По-русски Сказать Что там За Неприятность Произошла В соседнем доме И вот Чувствую Знаешь Чувствую Что Вот-вот У Михалыча Сорвется Конкретика Но Михалыч Не миллионер Он сказал Прошу за мной Господа И мы Господа Повалили За Михалычем А там Обычная история В соседнем жеке Мужики Такие же Как мы Трошей рыли И ковшом Экскаватора Трубу задели Фонтан Кипятка До пятого этажа Даже У меня Вырвалось Какого Но я Вовремя Себя остановил Знаешь А мужики Наши Слесаря Ходит так Руки Заломывает Вау Вау Мы потрясены Увиденным А Михалыч Сказал Михалыч Сказал Это какая Женщина Со Стлонностью К плюрализму В отношении Противоположного Пола Вот это Сделала Слесаря Убейство Собачье Чем ты Руководствовался Когда Совершал Свой поступок Блин Блин А тот стоит У их тоже У Жеки Приказ Вышел Он так Тщательно Подобрал слова И сказал У Жеки Михал Да я и сам Охарактеризовал Это как Нетипичное Явление Для нашей Профессиональной Деятельности Михал Сказал Да идите Вы Мой Юный Друг По месту Вашей Постоянной Прописки И где Только Берут Таких Людей С Ориентации Кончиты Вурс А я Слышишь А я А я Подхожу К ему И говорю Бригадиру Пардон Конечно А каковы Будут Дальнейшие Ваши Указания Пардон А Михал Раньше Ну до приказа Любой предмет Называл Одним словом Будь то Труба Втулка Прокладка Гаечная Клю Все одним словом Ерунда Возьми эту Ерунду Ставь в эту И закрути Этой Ерундой А тут Друг Михалыч Сказал Коллеги Надо Рашплинтовать Контргайку Чтобы привести В движение Шнековый механизм Заслонки Минуя Подачу воды Поврежденный Фрагмент Горячего Водоснабжения А поток Кипятка по улице Течет Там наверху Линию электропедача Замкнула Искры вниз А здесь Газопровод Там бабушка Из подъезда Мальчик на велосипеде Девочка Через Какалку Еще чуть-чуть И будет Полный Коллапс Всему И тут Михалыча Перемкнуло Он Плюнул на приказ И как Зарет И я Увашу То есть Михалыч Михалыч За пять минут Потерял Зарплату На десять лет Вперед Но мы Бригадира Поняли И сразу Все починили Жеке Михалыча Ждало Два приказа Штраф На 800 Тысяч Рублей И премия На миллион Потому что Руководство Понимало Что в нашей Профессии Без великого И могучего Русского языка Ничего Не получится Вот так Да нет Ну вот что Жена Меня достала Вот Чуть Что ты Козел Ладно Без повода Я Малейшей Причины Не давал И люблю Ее Больше Всех Остальных Своих Баб Нет И все Не купил Шубу Жадный Козел Купил Шубу Все равно Козел Потому что Накаркал Теплую Зиму Смотри Спрашивает Я поправилась Ответишь Да Козел Ответишь Нет Тоже Козел Потому что Перед ответом Задумался Не называешь Ее Маму Мамой Козел Назвал Мамой Все равно Козел Потому что Ехидной Интонацией Мама Я Козел Только потому что Женился на ней Потому что Если бы Не я У нее были Такие Варианты В списке Претендентов На ее Сердце Даже Абрамович Был 131 Это если Расставлять По алфавиту А если По деньгам Абрамович Вообще В список Не попадал Представляете Я Козел Потому что Как ей кажется Когда я Начинаю Смотреть Клипы С Верой Брежневой Я Затаив Дыхание Это смотрю Понимаешь Или начинаю Чаще дышать Ну чего я Смотрю Чаще раз Делаю И он начинает Дышать Реже Она говорит Посмотри Посмотри Козел Аж дыхание Затаил Огрызаешься Скандалишь Значит ведешь себя Не по-мужски Перестал Огрызаться Значит Все Молчишь Значит я тебе Безразличен Понимаешь Нет Вот она говорит Дорогой У меня появились Новые морщины Скажда Козел Скажешь Нет Новых морщин У тебя не появилось Все равно Козел Потому что Правильный ответ Мужики Запомните Дорогая У тебя вообще Нету морщин И не было Нет Запомните Мужики Запомните Говорите Нету морщин Дорогая Даже если Жена Уже напоминает Бельмондо Если она тебя спросила Дорогой Я хороша в постели Не вздумай Ляпнуть Да Дорогая Ты лучше всех Потому что Она тут же Начнет орать Ааа Ты со всеми Перепробовал Есть с кем Сравнивать Секс Один раз в неделю Ты импотент Два раза в неделю Ты извращенец Значит Значит Идеал это Полтора раза Я готов Ребят Я готов Но вы мне Технически Вы мне Технически Объясните Как это Полтора Если жена Долго молчит А потом На мой вопрос Зая Ты че Она надув губы Говорит Ничего Значит Все Готовься К огромному Ушату грязи Значит Ушат Для тебя Ушат Для твоей мамы И еще По половнику На каждого Члена Твоей родни Готовься Узнать О том Что Твое Генеалогическое Древо Плодоносит Только Козлами Только Прожив 20 лет В браке Я понял Что Мужчины Глазами Любят А Женщины Глазами Едят Потому что Когда жена Застукала Меня ночью У холодильника Я Прожорливая Свинья А когда Я ее Застукал Ночью У холодильника Она Сразу Я Только Посмотреть Как оказалось Утром Она Успела Умять Глазами Пол Тортика И 700 Грамм Бужчинины А А Кстати Об Бужчинине Об Бужчинине Есть Такая Байка Знаете Попадает В охотничью яму Свинья Волк И леса Вот Волк Огляделся Вокруг Смотрит Свинья Значит Еда Есть Леса Рядом Есть Кого В общем Секс Как бы Не уйдет Далеко Это Свинья Говорит Волк Я все Понимаю Я понимаю Что мне Не жить Можно я Напоследок Спою Волк Говорит Че Давай Пой Лежит Лесу Обнимает Балдеет Тут Свинья Как завизжит Прибежали Охотники Всех Перестреляли Волк Лежит Подыхает И думает Елки Палки Еда Была Секс Был Нет Шоу Блин Захотел Я на этой веселой ноте Прощаюсь Пойду домой Потому что В воздухе Уже просто Висит Ее вопрос Куда Этот Козел Подевался Все Ушел Ушел Все Мы с мужгами В парилку Хуем А в парилке Все шайки Сперли Я одну Спрятал Под полку А остальные Сперли Они к дуракам Иностранцам Продают Как сувенир Клеивают Но шайки Протреты Членом Правительства И продают Сувенир Так и называется Шайка Членом Правительства Недавно Сбега В роддом Пацан Родился На меня Похож Он прибегает Вылитый вы А она опять Ля-ля Я вспомнил Что мне сказал Я потом Задрал Размахнулся Потом подумал Ну зачем мне Эта баня И я Серегу Как мужик Мужка понять могу Потому что В баню мы Хоть каждый день А это же Случай Или вот Сосед Лешка Директор Кроватной Фабрики Умный Вот такая башка Сам маленький И вот такая Башка Вот рахитом В детстве Болел И сохранил И вот Лешку Во Францию Поставили Почему Что-то с кроватями Кого Леху И он в купе Попал с французской Французская Попал в купе Съял И развод не клеится Он мне сам не сказал Не клеится развод Почему Французская По-русски Не слово Деревня А Лешка По-французски Ну Лешка Как бы честно говоря Он по-русски Плохо Съят По-говору Не пошел Но Лешка же умный Он берет кусок бумаги И рисует Бутыл шпанский И Французская Внула Мол Залаз И Леха Достает Это французская У него с собой было Бутыл шпанского Две водки По 0,7 Огурцы Помидоры Лук Чеснок Сало Ну Еще конфету целую Ну в обертке Вот Ну все как у людей Махнули по первой Французской Своих 100 грамм Шампанского Лешка рассказывает Все делается Все делается Аж противно И конфетку Он откусила И половину Отложила Знаешь Вот Типичная Алкоголичка А Леха Напиваться не стал Он только одну Бутылку Водки Из горла Выпил И даже Лук Жрать не стал Мало ли Вдруг Контакт Только чесноку Головку Съел И все Без хлеба Он на диете Сидят Опять разговор Не пошел Леха после Бутылки водки Вдруг по-английски С ней заговорил Стал ее спрашивать Мол Yes Today Или Раны Французка Тоже не дура Взяла бумагу И нарисовала Кровать И Леха Сел у окна И до самого Парижа Сидел и думал Как Она Французская Жеча Догадалась Что он Директор Кроватной фабрики Или я недавно Стою под душем Намылился Ведя Воду отключили Я на ощупь В коридор И кричу Панчику Ты Говорю Блин Это Будь любезен Говорю Ну так До слова Воды Если не затруднит Тебя И мать А я же мать Жиряна Живем Соседник Но он когда услыхал Что я Всю его родню Знаю Некоторых Близко Очень Поживем Жиряна Слышу Вода пошла Я на ощупь Вернулся Глаза смыл В женском отделении И тут Одна старушка Она еще Наполеона видала Как заорет Ой бабочки У нас сейчас Сюхеме Честь Я говорю Сейчас Прямо с тебе Начнем Она Видать Поверила Хорошо Я был В мыле Выскользу Еще успел Крикнуть Кто с тобой Свяжется Цинке Умрет А жена Моя совсем Ку-ку Говорит Пойдем Си семьей В баню Я говорю Пойдем Она говорит Давай пацана возьму Я говорю Давай возьмем Пусть разок Помоется Она говорит Да я его С собой возьму Я говорю Ты совсем Дурка Это ее девичья фамилия Она с Украины Я говорю Дучок Пацану 16 лет Она уже Отсказалась И я был прав Я пацана С собой взял Я его на мыле Напарил У меня пацан Блестел Он Жизнечный А я лежу На полке Отдыхаю Так мальчишка мимо шел Поскользнулся Из-за меня Раз Ухватился И на ногах Устоял А с матерью Пошел Башку Просбился Здравствуйте Уважаемые Телезрители В эфире Программа Забросы Судьбы Куда только Не забрасывает Судьба Наших Соотечественников И как приятно В далекой Восточной Стране Встретить Родное Русское Лицо Скажите Уважаемый Господин Василий Вы Давно На миграции Сразу После Демобилизации Увидал Объявление Что требуется Мужчины Безвредных Привычек Для работы С женским Коллективом За рубежом Я рванул Почему Потому что И в чем Ты скажешь Заключается Эта работа Ой Черт Твой Матери Чего Я говорю В чем Заключается Эта работа Ну Работа В чем Заключается Контингент Женский Работа Посменная Значит Вечером Привел Утром Увел Подчиняюсь Непосредственно Товарищу Султану За ночные Надбалка И наверное Как и в любой Детельности Есть свои Какие-то Проблемы Черт Твой Матери Что Я говорю Наверное Есть свои Какие-то Проблемы Проблемы Конечно Потому что Коллектив Я говорил Женский Что в Мощине Благовониями Массаж Тело Ну Тела Разные Одно А в Другое Ее уже Мы же Всем Коллективам Вот Ну и Сложности Другие Бывает Чтобы Следить Чтобы подворчечки Были То есть Эти Паранжи Чтобы Заштопаны Были Чтоб Не было Вот этого Бывает Случай Неуставных Отношений То есть По нашему Бобовщина Младшая Жена Стирает Колготки Старше Я этого В роте У себя Не позволял Просекал И здесь Вообще Просекали На самом Корню Почему Потому что Господин Василий Вопрос Который Я сейчас Вам задам Очень Беспокоит Наших Телезрителей И Всех Кто Как связан С нашим Телевидением Скажите Уважаемый Господин Василий Как Как бы Нам Лучше Обустроить Россию Ну Я Я Ну Я Я Да Ну Что Я Ну Ты сказать Обустроить Наше Отечество Россию С высоты Вашего Полета Нахождение Там Вам Виднее Ваши Мысли Нам Интересны Ну Россия Должна Быть Правовым Государством Султан Сказал Рахат Народ Ответил Луком А кто Не согласный Курдюк Хана Вы Сейчас С такой Болью Говорили О Родине Скажите Уважаемый Господин Василий Не мучает Ли вас Такое Чувство Как Ностальгия Ну Это Сказать Тоска По родным Улицам Сказать Скамеечкам Скверикам Мучает Конечно Мучит Ой Колина Кудрявая У У У Иногда Годами Родной Речи Слышу Я Он Недавно Тоже Ихнего Старшего Евнуха Ну Ну Непосредственно Моего Шефа Зачем Я Его По-нашему Научил Так Он Теперь Стакан Махнет Щербетом Закусит И Ну Мать Перем Мать Мать Перем Мать Ты Давай Баб Ятаганом По двору Гоняет Гоняет Я Возле Его Душой Оттаиваю Кого-то На родине Побывал Да Да Господин Василий Вы Сейчас Затронули Струны Многих Журналистов Международников Находящихся Далеко За пределами Своей Родины Вот Мы Журналисты Международники Тоже Мать Перем Мы Журналисты Международники Тоже Ну Я Например Знаете 7 лет Нью-Йорке 4 года В Лондоне И Вы Знаете Вот Ради Калины Кудрявой Калины Кудрявой Ой Калина Вот Этой Калины Вот Этой Калины Кудрявой Вот Мы Тоже Мать Я Говорю Мы Ради Вот Этой Калины Кудрявой Журналисты Международники Готовы Ехать Хоть В Саму Японию И Работать Работать Хоть До Конца Жизни Там И Все Так И Все Так Господин Василий Я хочу Задать вам Очень сложный Вопрос Скажите Пожалуйста Как вы Относитесь К немаловажной Сегодня Проблеме К проблеме Утечки Мозгов Чего это Утекающие Мозги России Вот Которые Убывают Утекают Что ли Ну Есть Такое Выражение Выражение Мой Друг Леха Утек Вместе С мозгами Сейчас В Сингапуре Работает Старшим Говно Этим А Синезатом По ушам В этом В работе Довольный Не очень Правда Конечно Не очень Ну О благовониях Мы поговорим В наших Следующих Программах Господин Василий А я хочу Задать вам Вопрос Как бы В пику Предыдущего Вопроса Я надеюсь Он заинтересует Наших телезрителей Скажите Господин Василий Не думаете Ли вы Конкретно Вы Когда-нибудь Возвратиться На родную Землю Ну Об этом Все наши Думают Вот Вернется Сейчас Солженец Значит Слава Ростроповичи А там И я поеду Что я Буду сидеть С мозгами Я рвану Сюда Тут же Да Да Спасибо Спасибо За интересные Ответы Я хочу Отблагодарить От себя Лично От имени Наших Уважаемых Телезрителей Пожелать вам Всего самого Наилучшего И быстрейшего Возвращения А специально Для программы Заброса судьбы Кипрус Путапов Постой Я же не Все Все Минуточку Коль Что А я Девчонку Минучка Сейчас будем Один дублик Сделаем Давай Так Давайте Пошел Красные огоньки Вот туда Красные воню Для какого Телевиня Для нашего Российского Я Я Я Насчет Утечки Мозгов Хочу Сказать Че Ты Вылупился Это Для наших Ну Что Ты думаешь Если б я там У них в отделе кадров В гареме Вот таким голосом Тогда не заговорил Что думаешь Они б меня взяли на работу У меня же работа Жуть Я же за вредность Должен получать Я там у них Знаешь Что делаю Я потом Мы без мозгов жили И жить будем Но Генофонд нации Никому Не отойдем Читаете газеты Да И вот часто Пишут вот такие вещи Вот Допустим Секс Экспресс Это как В поезде На ходу Один раз Взял Газету И вижу Написано Вот дословно Наша Гейша Тут я вспомнил Гейша Это же в Японии Женщина Для Для такого Приятного Время провождения Я сразу позвонил Звоню И Значит Голос такой Отвечает Да Наша гейша Слушает Я говорю Это наша гейша Ваша Ваша Я говорю Вы не могли бы Вы не могли бы Украсить вечер Одинокого мужчины Она говорит Деньги есть Мы тебе всего разукрасим Я говорю Ну согласен Восемь вечера Звонок в двери Это наша гейша Это наша гейша Я говорю Оттуда Не Это наш самурай Деньги давай Наперед И вот тебе гейша По имени Клава По кличке Чего-чего Сан Открываю дверь Действительно Наша гейша Я говорю Пожалуйста Проходите Как говорится Располагайтесь Вдруг она подошла Ко мне Хлопнула по плечу Говорит Ну ладно Трамбой асфальт Сыпай щебенку Я говорю Клава Сан Гейша Это же женщина Для приятного Время провождения Мы же должны с вами Какую-то беседу Иметь Мы должны с вами Поболтать Вдруг она на чистом Японском Говорит Хасю выпить Я говорю Шампанского Она говорит С водочкой А то не проймет Я говорю Да что ж вы Клава Сан Какие у вас термины Такие дорожные Она говорит Правильно Я же начала С дорожных работ С киркой Лопатой С ломом Вот и дошла До этого Говорю Как А очень просто Моя подружка Верка По кличке Коток Она мне говорит Клав Чего мы тут упираемся Вот пойдем по объявлению А там написано Требуется женщины Для сексуальной Ремонтных работ Она говорит Что ж мы С ломом кирком С киркой С лопатой С отбойным молотком Справляемся Что ж мы Мужика не завалим Приходим Сидит Мужчина С усами Ну типа прораба Спрашиваем Какие условия Как платить будете Он говорит Ну 50 тысяч в час Японский бог Мы такого даже За километр дороги Не получали А тут За несколько сантиметров Это ж сколько За километр будет Верка сразу рванулась Говорит Чур я первая Мужик с усами Дал ей адрес Говорит Чеши на участках Через час Она возвращается Усталая И говорит Фу Все Одного задавила Еще 20 тысяч Сверху дал Я спрашиваю За что Она говорит Ну чтоб в живых оставила Тут моя гейша Рассказ свой закончила И говорит Ну что Трамбуй асфальт Сыпай щебенку Я говорю Да что ж вы Клава Сан Меня все время Трамбуете Дайте мне привыкнуть К вам Дайте влюбиться Она говорит Чего привыкнуть 10 минут осталось Тут она меня схватила За ноги Как тачку с песком И побежала По квартире Я еле успевал Переставлять руки Перепахал головой Весь ковер Вырвался Забежал в ванну Заперся Лежу и думаю Что наши дороги Что наши гейши Удовольствие Одно и то же Вы помните Да у меня Любимая Тема была Теченька Есть продолжение Да Алло Теченька Привет Как кто Ваш Детечечек В пальто Из какой Пивнушки Теча Вы что Совсем уже Я Что Пацан По пивнушкам Бегать Мальчишка Что ли вам Я по взрослому Вам Из вытрезвителя Звоню Не Теченька Случайно Я попал Случайно Вышел из казино В трусах Своих А как из казино Выдешь Ну конечно В трусах Вышел А тут два сержанта Милиционера Молодые Ребятки Говорит Дыхни Дедушка Думали я Дед Порос Какой Ну я Дыхнул Не Нормальный Теченька Они Оба тоже Здесь Лежат В отрезвителя И собачка Ихняя Овчарка Тоже Отдыхалку Не держит Теченька Молодежь Лимита Я что Звоню Теченька Узнать Как вы себя Чувствуете Чего До моего Звонка Лучше себя Чувствует Я буду Чаще Вам звонить Не Теченька Я просто Звоню Чего Тут Ихний Начальник Капитан Сказал Что если Какая Теченька Своего Зетечка Заберет Он Мало То Что Отдаст Из Вотрезвителя Еще Бутылку С собой Даст Ну Как Награда Не Не вам Пострадавшему Не Теченька Не Вы Вы Неправильно Поняли Это он Не сегодня Придумал Не Еще Год Назад Не Пока Ни Одна Ни Одна Теченька Своего Зетечка Не забрала А нет Таких Дур А может Вы будете Первой Ну в смысле Первопроходцем Нет Теченька Вот что я вам Плохого сделаю Сколько я вам По жизни Сделал Добра А сколько Еще Готовлю Я Я Я Я Я Вспоминаю Вот Тестюшка Ю Ёжиком Его Прическа Да А он Где К Харганде Вовы посылаете Теча Вот вы Сильная Жесть Я и дочурку вашу, красотульку эту, тоже ж терплю и люблю сколько лет. У меня с ней совместное производство, тёченька. Как же, сыночечек, ваш внучок. У вас внучка? Ну, значит, у меня дочка. Что ж вы, если тоже мне, что ж я ничего не помню, тёча. Ну, а вы тоже вспомните, как я с вами это, тогда вам клеил ёлочку, обои. Ещё стена на вас упала, как кирпич по голове. Не помните? А как вы можете помнить, когда у вас с тех пор память глючит? Да. Я, тёченька, хочу вас с наступающим днём рождения поздравить. У вас же как всегда зимой. Летом. А чё ж меня всегда морозило после дня рождения? Ну, с похмелёгей надо, да. Нет, тёченька, какой подарок вам сделать? Лучше подарок, чтобы не приходил вообще? Тёча, это я вам пообещать не могу. Не могу. Где ж я буду похмеляться? Нет, тёченька, я и подарок вам сделаю. Вон у меня пацан лежит, дружбан, тоже тёще подарил. Да. Батут на день рождения подарил. Высота прыжка 5 метров. А у них потолок 2 с половиной. А она, дурочка, прыгнула. Сейчас у него другая тёща. Не-не, не намекаю, что я намекаю. А помните, тёченька, как я вас с 8 марта поздравил? С 8 марта, помните? Ну и шо ж, 16 апреля. А цветочки? Ну и шо ж, они живые? Зато стоят сколько? И ещё, дай бог, пригодятся когда? Не-не, я не намекаю, тёща, шо. Да шо, я вашего здоровья не знаю. Да мы не дождёмся. Вы ещё простудитесь, но мы их похоронам. Нет, тёщенька, я... Я ж вас всей душой, шоу, и телом. Да, у вас же... Я, да. В холодильнике вашу фотографию внутри. Я. Да, я приклеил. Для чего? А шо, открыл холодильник и сразу понять, кто тебя кормит, поет. Да. Это ж любовь, тёща. Да. Не, я чего волнуюсь, тёщенька? Вы, может, плохо себя чувствуете, потому что говорите невнятно. Зубки болят. Моя-то красота. Оба. Я вот всегда говорил, у тёщи должно быть два зуба. Один, чтоб открывать пиво любимому зятю, а второй, чтоб всё время болел. Тёщенька, я... Я же к вам всей душой, как говорится. Не-не-не, не я. Это не я вам в конфетке петарды подложил. Это внученька, Машенька. Она ж вся у мамку такая же добрая. Да. Не-не-не, тёщенька, я... Вот если вы меня заберёте отсюда, из вытрезвиловки... Стоп, тёща. Ползут. Сержанты, я отдыхну. Отползают. Как тараканы от деклофоса. Тёщенька, если вы меня заберёте из вытрезвиловки, я, тёщенька, вам скажу, где тесть заначку прячет. Вы себе зубки вставите в два ряда. Во все труднодоступные места. Вот. Что? Где он прячет? Где? Вам в рифму ответить? Или... Нет, тёщенька, я могу вам сказать, если вы за мной точно приедете, я вам точно скажу. Едете? Моя ты девочка. Жду тебя. Теперь успеть бы тестью перезвонить, чтоб он заначку перепрятал. Вот. Видите? Столько красоты. И нам, пожилым людям, всегда приятно, когда вот приходит молодёжь, чтобы возложить. Вот. Нет, ну я вам скажу, что он... Приятно очень, потому что Лев нам завидует, Лещенко. Он завидует, потому что у него сегодня нет такого. Он в Сибири. Ну, и я обязательно выйду, потому что Регина мне обещала, что даст возможность ещё обязательно с моими ребятами показать вам пародию на любимых артистов. Правда, Регина? Спасибо. Я не прощаюсь. Мы с женой живём в многоэтажном доме. Я всё время думаю, как вот мы два нормальных человека среди идиотов живём. Нет, натуральные идиоты. Ну, соседка попросила у меня, говорит, посидите с дочкой, я в магазин схожу. Ну, чё, я... Ну, с ней в прятки играли. Я прятался там в шкафу, говорю, ку-ку. Она меня находила. Радости получили. И вернулся сюда, я с тебя домой пошёл. Всё. Сижу. Час сижу, два, думаю, жут и тихо. Раз. Телефона нет. Понял, забыл там. Пошёл, звоню в дверь. Откроет мужик, мужик. Такой, здорово, он был. Я ему говорю, я извиняюсь, здрасте. Он говорит, привет. Я говорю, я у вас в шкафу, в спальне телефон свой не оставлял. Он говорит, ты, Клоп, подумал, что сказал. Я говорю, подумал. А, вас же не было. Меня ваша жена просила. И мы... Ку-ку играли. Я в шкафу прятался и говорил, ку-ку. А она меня находила. Я договорить не успел. Два зуба выдал. Я сделал. Не, одни идиоты. Серёга с четвёртого подъезда. Вот такой, знаешь, вот... Такой, ну, совсем прямо барин. Говорит, Вась, помоги мне построить баню на даче. Я носил руки. Я могу, что хочешь. Пообещал мне. Говорит, я тебе... Я ему помог. Он даже бутылку не поставил. Бутылку не поставил. Я его встретил во дворе. Я ему сказал, всё же о нём думаю. Всё. Сказал. Ты опять хихи. Ау. Он мне... Он мне перезвонил. Говорит, Вась, иди, выйди во двор. Там машина подойдёт, белый пижал. Там водитель фамилии Хренов. Подойдёшь, он тебе конверт передаст. Я выхожу. Выхожу. Пять машин. И все белые. Я к первой подхожу. Нагнулся. Говорю, вы водитель Хренов. Он говорит, мужик, хочешь получить? Я говорю, да. Конвертик с деньгами пришлите. Он говорит, сейчас получишь. Я говорю, я за этим вышел. Он ему глаз дал. Не, ну, я честно скажу, я же умный очень. Я по другим ещё машинам прошёл. Ушёл. Просто весь в подарках. Не, вот, смотри, у нас в четвёртом подъезде ждёт Алла Михайловна, ну, наша начальница. Она на работе, у меня начальница работает. А соседка, всё. Ну, на работе у ей был этот, как её, день рождения. Ты был? Нет, мы скинулись, купили шапку из пицца. Ну, говорят, Васька, ты сосед и смешной. Иди ей вручи. Я думаю, а как её вручишь? Посмешнее. Взял, спрятал её сзади. Ногой дверь открыл, говорю, здрасте, Алла Михайловна, вам пиздец. Куда я знал, что она из налоговой ждала комиссию. они заперлись всей этой бухгалтерии и стали документы жечь, жечь. Потом, когда узнали, о чём речь, они эту шапку из пицца, они меня до самого копчика натянули. У меня недавно с Ленкой, жену мою зовут Ленка, у нас было 25 лет совместки. Ну, совместной жили. И я взял, заказал этот самый на радио, он заплатил песню любимую свою. И вечером, знаешь, родня её, чёртова, собралась. Нажрались, как звери. Я ровно в 9 говорю, тихо, и, значит, врубаю, приём. А там диктор говорит, у Елены и Василия Кузёмкиных день свадьбы. И в этот прекрасный день любящий муж дарит жене свою любимую песню. Давай, до свидания. А она с половником стояла. Как? Вот такой шишнях у меня. Не, ну, я вот тебе скажу, ты всё время хихи, а вот у меня кот дома. Такой вальяжный, толстый, ну, как мы с тобой, знаешь, вот, её, знаешь, она, его жена, честь меня назвала Василия Петровича. Ну, что, Василий Петрович, Василий Петрович, что, что, а в марте он рванул по крышам, знаешь, ну, эти дела мартовские. А я на работу ушёл, а Ленка моя мусор пошла выбрасывать. Соседка сидит, ну, подъездом, говорит, Леночка, здрасте, как там, Василий Петрович поживает? Ну, моя дура, возьми, скажи, сбежал Василий Петрович. Она говорит, господи, может, вы его бежали? Она говорит, я целыми днями по диванам валяется, жрёт, пьёт, ночью углы метит. Давно хотела его кастрировать. Всё, руки не доходят. Соседка говорит, да, с ними построже надо. Ой, мужланы, такие подлые. А я ничего не знаю, я с работы иду. Здрасте, соседка говорит, здрасте, соседка. А у Вас жена, спрашиваю. Я прохожу мимо, она мне вслед. Набегался кобелюка. Иди, сейчас тебя кастрируют. Вот, у меня тёща, тёща, она меня даже по имени надо, не называет, вот так она меня любит. Ну, если ей нужно заразить, она, она меня прямо за что-то. Он, сынок, сынок, не можешь меня на кладбище свозить, мне мужу цветочки полить, надо цветочки полить. А что, я на кладбище её с удовольствием. Я посадил её и рванул. Но рванул так, чтобы побыстрее, потому что у меня ребята сидели, домино ждали меня. Там же интеллектуальная игра. Вот. И я, значит, рванул, скорость бешеная, она там сзади разморила, она заснула. меня инспектор останавливал, говорит, куда мчим? На кладбище спешим? Я говорю, да, тёщу на кладбище везу. Он посмотрел, туда, в кабину, а она вот так. Он говорит, что ж так не по-людски? Последний путь. Я говорю, какой последний? Я её три раза в месяц вожу, она возвращается. Он говорит, зомби? Тут тёща проснулся, как зарёт. Придурки, я на кладбище опаздываю. Лейтенант в обморок. Я нагнулся его по щекам, чтоб очнулся. Он очнулся, как мне тоже щёку даст. Не, ну, я скажу, конечно, не везу, как полное. У меня соседка. У нас балкон в балкон. Рядом. Только она дверь захлопнула. Ну, кто может? Залопнула дверь. Кому обратить? Васенька, перелез через балкон. Да мне два пальца об асфальт. Я говорю, сейчас. Полез, она говорит, ой, умоляю тебя, если можешь Ленкин халат надень, потому что мой пьяный валяется. Если очнётся, мужика увидит, убьёт нафиг. Ну, нечего, Перелез, иду уже, открывает дверь, вдруг сзади перегар, и вот так. кто-то меня. И голос такой, Ленка, привет. Соскучился я. А твой дурила опять на работе. Ну, тут меня знать надо. Я вот так сделал. Я! Хурю, хурю, а я не лавал. Ну, мысленно, я вот. Как в кино. Но, так я, на самом деле, я прямо вот так сказал, серьёзно, говорю, ты чё? на какой работе? Сегодня выходной. Ну, резкий такой. И домой пришёл, деньги и кинул. Говорю, Ленка, купи себе халат, а то разнопьянь меня за тебя принимает. Я такой. Здравствуй. Не, ну, вот сейчас сижу спокойно, я этого, ну, просто сижу дома, телек смотрю. Тоже работаю, знаешь, всё это переварить. Сижу, а у нас в подъезде стояк засорился. И ходит комиссия из ЖК. А я же не знаю, я сижу, телек смотрю. Звонок в дверь. Открываю, женщина с блокнотом. Ваш стояк посмотреть можно? Я говорю, что ж, даже имени не спросите? Вот так приспичило. Она говорит, а мне пофиг ваше имя. Я хожу по квартирам у всех, стояки проверяю. А я говорю, а как там у других? Она говорит, полный упадок системы. Я говорю, если честно, у меня тоже, у меня тоже с утра был упадок, но сейчас такое вот восхождение. Она говорит, я долго это буду слушать? Я говорю, а что? Я должна посмотреть. Что? Посмотреть, руками потрогать? Если теплый, нормально, холодный, будем менять. Извините, вы серьезно? Серьезнее не бывает. Ну, долго я буду ждать? Знаешь, я такого дебила вижу первый раз. мне нормальному человеку среди идиотов жить. Знаете, сайт знакомств это сплошной обман, мужики. Вот честно. Ну, мы бывает тоже привираем в переписке, бывает. Ну, что там, женщина спросит тебя на сайте, как у тебя с этим делом? А ты сразу изображаешь этого рыбака. Мол, вот такой сом поймался. Бывает, что мы даже не привираем, а они сами про нас придумывают. Вот как первая версия про Буратино, помните? Утром это Мальвина выходит от Буратино стоит и говорит, дура я дура, чтоб я еще раз поверила этим сказкам про нос. Одна прямо, одна фотку прислала, говорит, это моя дача. Я смотрю, там вообще гектарная, я говорю, а что-то народ копошится у тебя на даче. Она говорит, таджиков наняла. Я увеличил, а там Зюганов-Жириновский парк дружбы закладывает. Не, ну вообще, про возраст я вообще молчу. Вот как ты угадаешь, сколько ей на самом деле лет? Даже вот реально встретишься, как угадаешь? сейчас пластика чудеса творит. Вот, ну, если она рот не открывает, бровями не шевелит, не морщится, фиг, угадаешь, сколько лет. Чего, почему? Почему морщиться нельзя, да? Потому что, говорят, пересаживают со спины. не веришь? Я сам видал, одна наморщилась, у нее прямо тату выскочила, нечего пялиться на мою попку. Нет, серьезно, я сам видал. С одной встретился, внешне супер. Ну, в темноте, я с ней все время в кино встречался. И главное, как только свет гасит, она приходит садиться рядом. Ну, красотка просто, ля-ля-ля. Я обалдел от нее. Вот тут сидим, фильм смотрим, фильм такой продвинутый, сразу начался с поцелуев, она говорит, что это она себя так плохо чувствует? Я говорю, что ты взяла? Она говорит, вот, ей искусственное дыхание так рот в рот делают. Я говорю, ты чего ты? Чивиха так ее толкнула, у нее что-то выпало. Я нагнулся, свет врубили, картонку взял, а там написано, пенсионное удостоверение выдано Петровой, Можайский район, деревня Бородино. Я говорю, тебе не Кутузов выписывал? Да нет, ну, не, ну, все, фотки. Вот, может, видали, по телеку грабителя показывали, ну, такой, ну, рецидивист, вот, на сайте он увидал, девчонку одну, красотка, блондинка, 32 зуба, голубые глаза, ну, он обалдел, ну, и стал ей писать, любовь, морковь, потом спрашивает ее, так, втихаря, где ты цацки держишь? Она, дурочка, говорит, на столике, около кровати, ну, он говорит, я летчик-испытатель, полярник, вернусь ночью, положи ключ под коврик, она под коврик ключ положила, он вошел, к кровати подходит, хап, цацки-то, и вдруг она, раз на кровати села, свет включила, говорит, Коля, ты, он глянул на нее, на столик, смотрит, он цацки держит, а рядом, стакан с зубами, линзы голубые, и парик на подставке, он так и застыл, знаешь, как будто к нему, знаешь, Малуев, этот, боксер, руки тянет, ну, его скрючила, знаешь, его на каталке возят, сейчас она, адвокатов наняла, хочет отпилить, всадки, последнее, думал, все, любовь, настоящая, почему, потому что она мне правду сказала, всю свою историю жизни, звали Анна, три раза замужем была, три, я обалдел от нее, первый муж у Ани, старый был, она пишет, фамилия Каренин, знакомая фамилия, черт знает, отец, ну, какой-то он, какой-то, ну, этот, бизнесмен, то ли директор чего-то, ну, нудный, жутко, она пишет, что достал ее так, Бу-бу-бу-бу-бу-бу, а она разбежалась, под поезд бросила. Хорошо МЧСовцы вовремя подоспели, прямо из-под колес ее вытащили. Так она рванула от этого Каренина, вот, в деревню, с кузнецом стала жить. Тоже фотку прислала. Вот, он стоит с молотом, а она с серпом, вот так. Стоят, ну тоже не подарок был мужик, такой жаский очень. Она от него свалить хотела, он говорит, я пойду серп поточу. Он говорит, стоять, блин, шаг сделаешь, как этим молотом по башке. Нет, она все равно, она его сделала, она все равно свалила, свалила с этим серпом. Вот, третий муж в городе оказался у ей, ну, за дворника вышел, замуж, Герасим. Звали. Зарабатывал мало, но жилье дали от Джека. Нормально, она говорит, все на хорошо. И разговорами не доставал. Глухонемой был вообще. Вот, но оказался Садюга. Хотел собачку утопить. Я Ваське рассказываю, другу своему. Ваське, а он мне говорит, а собачку не Муму звали? Я обалдел. Думаю, глядя, значит, она и с Васькой была знакома. Откуда он знает, как собаку-то звать? Нет, ну, с Васькой вообще, Васька, у его жена, моя бывшая с ней разговаривает, с его женой. Говорит, слушай, говорит, это, твой, говорит, курит? Она говорит, курит. Пусти секса. Пусти секса. Говорит, ну и как себя чувствует? Она говорит, а что ему чувствовать? Два-три раза в год. Нет, ну, я... Пацаны, я хочу предупредить. Ходить на эти сайты знакомств, это все равно, что по минному полю. Знаешь, одно неверное движение и оторвет черт твоей матери. Кто сказал, ноги? Женщины, это для вас главное, ноги. Есть же что-то поважнее. Я вот так что-нибудь не то съем жирное какое-нибудь на ночь. Снится один и тот же сон. Как будто я стою в птицефабриках, да? И по конвейеру у коробки иду. А я говорю, как хорошо у вас куры несутся. Женщина говорит, у конвейера, говорит, это не куры. Я глядь на нее. А это баба с серпом, которую мне писала. Я говорю, ты осторожней, а то ж можешь серпом по пальцам. И коробка едет на меня. Знаешь, как раз не комплект. Не хватает там чего-то. И взмах руки, и я кричу. Отдай! И коробка уже вперед. Просыпаюсь в поту. Я что говорю, мужики, я вот предупредил. Держите от этих сайтов знакомств подальше. А все потому, что мы чутье потеряли. Это раньше за километром можно было понять. Мужик или баба? А сейчас плотную подойдет. Не факт. Все, я предупредил. Я просто сейчас думаю, как мы жили раньше без мобильных телефонов. Автомат, или там в гостинице телефон, или дома телефон. Вот, как-то жили. А сейчас мы уже, в общем-то, маньяки, маньяки, да. И вот я про такого маньяка хотел телефону рассказать. Алло! Я спрашиваю по товарам и услугам. У меня проблема. Мы купили холодильник. Пока его обмывали, пробили телевизор. Слушай, купили телевизор. Пока его обмывали, пробили холодильник. Купили холодильник. Пока его обмывали, пробили опять телевизор. Короче, или вы мне подскажете, где можно купить холодильник с отстроенным телевизором, или мы собьемся. Понял вас. Алло. Это общество защиты животных? Лично я, как человек, могу защиту у вас получить? Нет? Да, только животные. Скажите, а если моя теща уже 20 лет меня козлом называет, я попадаю под вашу юрисдикцию? Нет, я перезвоню. Алло. Дом престарелых? Вы мою тещу можете к себе взять? Да ее никто не берет. Да ее бы даже вновь в ковчег не взяли. Как, почему? Господь сказал, каждый тварь по паре, а второй такой тварь на всем белом свете не найдет. Понял вас, до связи. Алло. Это морг. Петрова, можно к телефону? Нет, он у вас не работает. Он у вас в холодильнике лежит. Да пойми ты, он мне тысячу рублей должен. Ну, ну и что же он умер? Ты ему трубку только поднесись, я ему такое скажу, он встанет. Нельзя? Ладно, все. Алло, Сбербанк? А у вас можно бутылку водки под ипотеку взять? Ну, раскиньте лет на 20, я постараюсь выплатить. Нельзя, да? Все, до связи. Алло. Это Государственная Дума. Скажите, девушка, а у вас есть свободные мандаты? Ничего я вам не тыкал. Когда я вас обозвал? Девушка, мандаты это одно слово. Понял, пошел. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Алло. Зоопарк? Вы белок принимаете? Почем за штуку? Нет, сейчас ни одной белки в наличии нет. Нету. Нет, вы послушайте. Я как только забухаю, я вам сразу позвоню. Придете через недельку, белок, ну, будет прорва в квартире. Придете, да? Все, понял, перезвоню. Алло, Колян, ты? Примия получил? Господи, как же вовремя. На охоту? Легко. Сегодня? Легко. Боеприпасы брать? Сколько бутылок? На сколько будет? Пятеро, так. Мы по граммульке, по чуть-чуть, так. Мы на сколько? На неделю? Себе пять, тридцать пять, на бой немножко. Так, пара бутылок, семьдесят, все, семьдесят я беру. Хватит? Понял, сейчас, подожди. Алло, Зая, ты? Я у Колена на даче, мы на охоту едем. Зая, а что было в прошлый раз? Ну и какой я пришел? На рогах. Ну, хорошо, я на рогах, мы же выпили, да. А вот почему у меня рога? Ты не задумывалась, чем ты занималась, пока я на охоте был? И с чем? Ладно, не мешай. Я закусываю, все. Чего? Ни в коем случае. Нам только мать твоя здесь, в общем-то, необходима. Ты чего? Куда ты ее послала? Лучше б ты... Да ни в коем случае. Лапуля, ты пойми, я сижу выпивши, вот представь себе, вооруженный, вдруг в калитку заходит самый желанный трофей в моей жизни. А вдруг палец на курке дрохнет. Алло, алло, сейчас перезвоню тебе. Алло, Серега, ты? Подъезжай. Чего? Куда пиво? Ты чего? Да мы всего набрали, он... Сколько точно не скажу, ну, уазик уже днищем на земле, а мы еще не садились. Нет, все, я тебе перезвоню. Дядюха, это Толик. Нет, с Серегой все хорошо. Просто он прикурил от костра. Нет, он жив, просто просит тебя купить карандаш, в котором брови рисую. Я перезвоню. Алло, это МЧС, это Толик. Проблема в том, что наша собака не бегала за белками. Нет, нет, мы влили ей в глотку пару пузырей. Теперь бегает все. Нет, это хорошо. Плохо только, что она бегает за ними по верхушкам деревьев. Понял, я перезвонил. Алло, Семенов, ты пойди в церковь, поставь свечку за упокой души убиенной мною кукушки. Ты не ошибся. Именно кукушки. Короче, я рассказываю коротко, смотри. Иду я по лесу, кукушка кукует. Я дурак, ей говорю, кукушка, кукушка, сколько моей тещи жить осталось? Нет, нервы у меня крепкие, но когда она уже 25-й раз кукнула, я ее пристрелил, старик. Понял, я перезвоню. Алло, передача в мире животных. У меня всего один вопрос. Я сегодня с утра посмотрел на себя в зеркало и вот уже два часа сверяюсь с красной книгой и так не пойму, кого я увидел в зеркало. Фу, вот так и живу на износ. Все время с телефоном. На работу сходить некогда. Алло, Маша? Здравствуйте, это Саша. Как какой Саша? Мама, она спросит, какой Саша? Алло, а вас хоть не предупредили, что будут звонить по телефону и знакомиться? Вспомнили? Кто это? Да, ты меня доволен. Я холостяк, мне 41 год. Возраст, знаете, зрелый, мамка говорит, надо с какой-нибудь поднакомиться. Вы тоже так считаете? Хорошо, может, не ответить, потом сюрприз будет. Не, никто не хлюкает. А, это я смеюся так. Привыкаете, это же вам на всю жизнь подарок. Чего? Как я вылезу? Мама, она спрашивает, как я вылезу? Все говорят, харафон, мне больше 40 вообще никто не дает. Даже мама. Да вы тоже, говорят, уже не девочка. Не, ну вы не обижайтесь, в том смысле, свой мальчик есть. И чего, я же детей люблю. А сколько у вас детей? Харафон может не отвечать, потом сюрприз будет. Все? Здоровье нормально. Ну, в детстве, как все, болел ангин, крылатин, коклев. Ну, не волнуйтесь, это остатся на явлении. Чем? Мама, она отправит, я в детстве лифаем, стрягучим болел? Ну, быстрее ответи, она бьет. Алло, мамка говорит, что болел? А вы этим лифаем болели? Хорошо, может не ответить, потом сюрприз будет. Чего? Давно ли решил гниться? Кто? В каком пальто? В коконном? Мама, она спрашивает, у меня пальто корженное есть? Нет? Нет никакого пальта? Чего? Нет, не женился, Потому что робкий по натуре. А меня в детстве собака испугала. Да, в лет 25. Как я, помню, сижу на кухне, манну кафу ем. А она как кафе по телевизору. Все поробки на голову. А вы, а вы сколько раз замужем были? Хорошо, может, не ответить. Потом сюрприз будет. Чего? Чего, я по выходным делаю? Хобби? Мам, она, она спрашивает, по выходным к нам какое-то хобби приходит. Нет? Алло. Нет, сейчас выходной, а мы с мамкой вдвоем, без всяких хобби. А зато у меня вся голова под солнцем маслом. Нет, никто не проливал. Эта мамка мне смазывает как удобрение. А чтоб не все волосы выпали. Нет, у меня не все выпали. Ну, я-то лучше знаю, мы с мамой каждый вечер пересидываем. Чего, затем, затем рассказываю, а мама здоровья прислала, это журнал, здоровье. Она говорит, может, вам пригодится? Вы сами бурнезды, наоборот, лысая, парики. Хорошо, может, не ответить, потом сюрприз будет. Чего? О себе все рассказал. Встречатор морда, да, ну как, что, я, жених за осень, мне тоже хочется. Чего? Сегодня? Когда? В 22 отчего? Вечера? Не, мне так поздно, мама не рушает, гуляет. С незнакомыми женщина. Почему? По кочану. Она говорит, вам всем одно и то же надо. Мне? Мне это даром не надо. Поликлиника рядом. Сбегать в поликлинику. Так, просунь голову в регистратуру. Сейчас с мамкой сбегаем, просунем. А че спросить? А, не ставим пофлют. А куда? Ну интересно, куда? Хорошо, можете не отвечать. Потом сюрприз будет. Следующий? На что жалуетесь? Доктор, у меня это. Ну? Ну, это сразу видно. А что вас беспокоит? Доктор, у меня это. Ну? Ну, это мелочи. А что у вас беспокоит? Доктор, у меня это. Ну? Когда все забываешь. А-а-а! Помню. На медицинском языке это называется... Ну, это... Не понял. Ну, вы-то должны знать. Ну, я-то знаю. И я знаю. Но не скажу. А что вас беспокоит? Доктор, у меня это. Ну? Объясняю. А-а-а. Войдите. А я уже здесь. А вы что, тоже ко мне? Шел к вам. А что вас беспокоит? А я все забываю. А я все помню. Вы у меня уже были? Когда? А вот и... Только что. Что это, голубчик, вы ко мне зачустили? Да, она. Хорошая песня про кукушку. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Ку-ку. Ку-ку. И больше не гу-гу. В кузне травелся детчик. Огурь, как совсемечек. Ну, это по-английски, это легко. Легу к нему-шка пришла про брюшлевое жорло. Средставки прибе, средставки прибе, вы лененький он зел. Какой он зел? Вы лененький. Да, вам точно надо к врачу. А, а вы, значит, ко мне пришли? С группой я. Вот больных у меня сегодня и все на одно лицо. Сейчас сяду, буду думать, что с ними делать. Вот, присяду сейчас на крыльичке. Мы с тобой. Присаживайтесь, что ж я сижу, а вы стоите. Я иду к краешку, как не будешь. Ну, кое-что, конечно, я придумал. Доктор, извините, это случайно не ваши висят в отдельности? А-а-а! Я-то думал, ваши так. Да нет, я помню, мои в гардеробе. А вам надо заниматься гимнастикой. Делаете вдох, выдох, вдох, выдох. И так три раза в день по столовой ложке. А зуб будем удалять. Причем все. Доктор, а что ж все-таки с моей болезнью? А вы что, еще и больной? Я все время все забываю. Вот, например, дома поем, помню, а в столовой поем, через пять минут не помню, ел или нет. А я вот совершенно здоров. Просто совершенно. У меня давление, как у молодого. 130 в месяц, и все. Нет, плюс премия. 110 жена. Нам хватает. Сейчас подожду немножко, соберу и займусь отложением солей на сберкнижку. Так что склероз здоровью не помеха. На недельку до второго увезут нас Комарова. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.